Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Мне кажется, что вам в первую очередь начать нужно с того, чтобы определить ваш формат отношений здесь и сейчас. Первое, данный формат отношений здесь и сейчас, это формат отношений родителей ребёнка. Вы взяли по отношению к своему молодому человеку позицию родителей. Многое ему позволяет, ну, по сути, то же самое, наверное, что позволял он себе с бабушкой и дедушкой своими, да? Только теперь позволяет всё по отношению к вам. Может быть, позволял раньше, ну, в какой-то степени, да, больше или меньше, но всё позволял. Вот да, сейчас позволяет по отношению к вам больше. Потому что видит, как вы к ним относитесь, видит, что вы отпускаете на тормоза и так далее. Какая здесь проблема? Ну, во-первых, то, что вы молодого человека своего жилете. Это абсолютно неприемлемо, потому что, ну, это отрицает, как бы, личный опыт человека. Да, можно поддержать, да, можно, можно позволить человеку высказаться, вот. Ну, можно, наверное, в абсолютном исключении, в качестве, в абсолютном исключении спустить на тормоза, как, если один раз человек, там, что-то сказал и по отношению к вам, там, если действительно, можно быть на эмоциях. Но, в остальном, если это постарается, то это значит, что у человека проблемы, ему нужен специалист, и, соответственно, надо с этими проблемами работать. Как вы видите, ваша машина не делает ничего для того, чтобы работать со своими проблемами. То есть, ну, обратиться к психологу для того, чтобы прожить, отпустить смерть, допустим, дедушки, бабушки. Чтобы поработать с гневом, чтобы решить какие-то остальные проблемы, которые есть. Ну, ничего этого мужчина не делает. И у меня воле-неволе появляется вопрос, а зачем ему это делать, если у него есть вы, для чего ему это делать, если вы можете, как бы, все стерпеть, если вы можете все выделить, для чего? Вот, не совсем, не совсем это понятно. Потому что он, скорее всего, так себя и ведет. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание, внимание. Ну, человек вами манипулирует, да, он давит на чувство вины, призывает к ответственности, вот. И, вероятно, вы это самое чувство вины перед ним испытываете. Склонность испытывать такое, вот именно, именно такое дисфункциональное существо вины. Это из детства. И вам нужно поработать с ним, чтобы не испытывать с него и не позволять с людьми вины вами, ну, управляться. Здесь, здесь, вероятно, страх в страх быть оброченный, страх быть ненужный. И, вот, я могу ошибаться, но со стороны кажется, как будто вы изо всех сил пытаетесь быть полезной для него. За всех сил. Я могу ошибаться, но вы боитесь, что он нас оттолкнет, что его не будет с вами. Ну, если это так, действительно, то, ну, что нужно, конечно, в этом направлении тоже работать. Как сменить саму взаимодействие с ним? Ну, во-первых, значит, научиться говорить «нет», это первое. Второе. Освоить навыки без конфликтного общения. Общение. Вот. Именно навыки без конфликтного общения, ясно общения и так далее. То есть, это вот принципы модели жесткой любви. Человек не научится ничего и не поймет ничего, ничего. А до тех пор, пока вы не столкнете его лоб-лоб-лоб с опытом. Опытом новым. Опытом взрослым. Опытом, которого раньше у него не было. К сожалению. К сожалению. Ну, я так думаю, что, скорее всего, да. И, соответственно, с этим нужно будет ему как-то, я бы сказал, адаптироваться к этому. К этому ему нужно будет адаптироваться. Вот. А сейчас, вот, пока что, на данный момент, ну, я бы сказал, что, я бы сказал, что, адаптации нет, адаптации не происходит и, соответственно, очень важно понимать вам, к чему вы стремитесь, куда вы стремитесь, с чего вы хотите и так далее. Ага. Вот. Ага. Соответственно, то, что я хотел бы сказать вам. То, что я хотел бы вам, ну, дать. С точки зрения, ну, психотерапия, с точки зрения психология. Вот. Дальше. Вы пишите... Так, вы пытаетесь найти логику. Логику. Логики в живом словах и действиях быть не может. Подскажите, как можно поменять формат отношения слов. Начало изменить, самоизменить. Как не вести себя в таких ситуациях? Ну, как вести себя, чтобы что, как бы. То есть, вот. Вопрос здесь такой, ну, более, более важный, да? Как вести себя, чтобы что? То есть, какой вы хотите, какой вы хотите, ну, результат, больше, больше. Если вы хотите, чтобы человек начал вас ценить, допустим, то, ну, на мой взгляд, нужно, чтобы, чтобы вы научились ценить себя сами. Вот. Если вы не оцените себя сами-сами, то никто вас ценить не будет. Вот. Если вы не уважаете, если вы не продвигаете свои-свои интересы, да? Что у вас будет, то никто этого делать не будет, к сожалению. Вот. Поэтому, ага, я думаю, ответ вам можно дать, ну, примерно. 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 Такой. Такой. Ага. Ну, естественно. Тут только моя подсказка зрения. В целом вы описываете довольно классическую схему средств зависимых отношений. То есть это именно в зависимых отношениях, где мы зависимы и соответственно из зависимости вам нужно выходить. Поэтому я могу лишь только надеяться на то, что вы обязательно, обязательно выберите себе специалиста и начнете работать для того, чтобы решить свои трудности, свои противоречия, свои конфликты. Которые у вас имеют место быть. Вот это в принципе то, что я хотел вам пока что сказать. На этом я хочу закончить пока что. Я буду надеяться, что вы подумаете, как вам двигаться дальше, что вам делать дальше, что вы будете делать дальше. Вот и надеюсь, что вы примете какое-то решение. А мы вам уже будем готовы помочь. Всего вам самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok